Он пишет, что нет еще на заводе, еще не все полностью стоят крыши, еще открытые корпуса и еще оборудование, еще только идет из Москвы. Эвакуированным негде спать, жить приходится вместе с заключенными, таковы воспоминания Филиппа Разумцева, рабочего из цеха заточки инструментов на заводе имени Фрунзе. В 41-м году он, как и тысячи других трудящихся на предприятии, приезжает в Куйбышев. Как значит из рукописи сначала и не подозревает, что так теперь называется Самара. Записи в своем дневнике, который теперь историческая ценность Разумцев делает каждый день. Здесь о движении наших войск на фронте и о бытии куйбышевцев в годы войны. И человек пишет возмущенно, хочу жрать, ну я цитирую, голод, холод и возмущение. За 42-й год я ни разу не сходила ни в кино, ни в театр. В 42-м году во время войны, работая так, человек возмущен. Вот уровень культуры. Сегодня дневник Филиппа Разумцева впервые покинул пределы музея Самара Космическая. В 15-м году документы историкам передала племянница рабочего. За это время мемуары труженика тыла увидели более 5000 человек. Сегодня главные зрители – ветераны и дети фронта, у которых еще живы воспоминания о войне. Наверное, года три мне было, когда была воздушная тревога на Камчатке. И меня несли, это было страшно, страх остался до сих пор, когда меня несли в бомбоубежище. Над нами летали самолеты, над поселком, который недалеко от Петропавловска, Камчатского. Кроме исторических рукописей, на выставке представлены документы, награды, фляжки и гильзы. Планируется, что экспонаты во Дворце ветеранов проводят до ноября. Дальше они отправятся в другие уголки губерний или даже за пределы региона. Алина Чембери, Сарцем Суайманов, События.